Здравствуйте! Одна из самых обсуждаемых сегодня тем это новая государственная политика в области борьбы с сиротством в России. 119 тысяч российских детей не имеют семей. Именно столько детских анкет находится в банке данных. При этом сирот в стране значительно больше. 600 с лишним тысяч. Но большая часть из них либо усыновлены, либо переданы под опеку, либо живут в приемных семьях. Ежегодно сиротами становится 70 тысяч маленьких граждан России. Такую статистику приводит российская газета. В конце прошлого года один за другим были приняты два очень резонансных документа. Это закон, который вошел в историю как закон Димы Яковлева и указ президента России о необходимости упрощения процедуры усыновления детей, передачи их под опеку и попечительства. Каким это должно привести результатам? Какого социального эффекта мы все вправе ожидать своим мнением и прогнозами поделятся сегодня наши гости? Я представляю. Алена Игоревна Аршинову, заместитель и председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию. Здравствуйте. Здравствуйте. Лидия Викторовна Христодулова, эксперт в области усыновления, многодетная мама, воспитывающая 12 детей, из которых 8 приемных. Вячеслав Викторович Рафинов, уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике, детский омбудсмен. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгения Юрьевна Осипова, директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Николаевна Новикова, заместитель директора Чебоксарского детского дома. Добрый вечер. Николай Валерьевич Косыев, директор Общественной организации гражданской инициативы, секретарь Общественной палаты Чувашской Республики. Здравствуйте. И Светлана Владимировна Петрова, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики. Добрый вечер. Давайте начнем все-таки с закона Димы Яковлева, точнее с той его статьи, которая запрещает усыновление российских детей американскими гражданами. Каким последствиям, на ваш взгляд, это может привести? И не считаете ли вы все здесь присутствующие необходимым вовсе запретить международное усыновление? Я считаю, что хорошо, что мы будем решать проблемы сиротства, вопросы усыновления внутри страны. И хорошо, что наши граждане будут в большей своей степени оставаться именно в России. Да, международное усыновление как институт в России, он не отменен. Запрещено на сегодняшний день и с 1 января уже этого года вступил в силу этот закон, который не разрешает усыновление гражданами США. Но я хотела бы подчеркнуть, что соразмерное количество усыновлений приходится также на Италию, Францию. И более того, за последние годы динамика усыновлений гражданами Соединенных Штатов Америки, она была падающей, упало 7055 человек, которые были приняты в семье за рубеж США, до 3500 человек. Это данные уже 2011 года. Поэтому я считаю, что в данный момент у нас есть абсолютно все средства для того, чтобы победить этот институт. Я считаю, что у каждого ребенка может и должна появиться своя семья. И более того, опыт Чувашии показывает, что только за последнее время два детских дома просто прекратили свое существование. Они не работают не потому, что они не могут работать, а потому, что они просто расформированы. За ненадобностью. Просто за ненадобностью. Потому что есть родители, которые чувствуют потребность в том, чтобы поделиться своей добротой, душевной добротой, и поставить этих детей на ноги, сделать их достойными членами нашего общества, социализировать этих детей, подарить им радость. Не хотелось бы, честно говоря, расставаться с нашими детьми, чтобы они надолго покидали, ну, можно сказать, навсегда покидали свою страну. И сейчас, вот в прошлом году, я могу сказать, у нас не было вообще иностранных усыновлений. Не потому, что вот вступил или готовился к вступлению вот подобный закон. Просто в силу того, что в основном наши дети их брали на семейные формы устройства жители республики. И, в общем, ребята с удовольствием вот переходят в семьи тех, кто, значит, доживет рядом с ними, в семьи родственников. Потому что поехать в Америку это очень серьезный шаг, это очень серьезный выбор для любого человека. То есть они понимают, что они делают такой выбор на всю оставшуюся жизнь. И, значит, не все соглашаются вот в последующем, может быть. Со стороны общественности было некое недовольство этим законом. Все высказывали основные претензии в отношении детей с ограниченными возможностями. То, что этот закон не дает возможности устроить сироту в зарубежную семью и дать ему необходимое лечение. На самом деле это не совсем так. По данным Минобразования России иностранцы, в данном случае мы говорим о американцах, особо и не пытались брать детей с серьезными отклонениями в физическом здоровье. Как правило, они брали в основном детей с ментальными отклонениями, то есть задержками развития, проще говоря. Но это совсем другая история. При том, что необходимо иметь, что у нас ни один детский дом в России не имеет проблем с квотами на высокотехнологичное дорогое лечение. То есть если есть необходимость, они получают эту квоту. То есть если квот не хватает, Минздрав, по крайней мере, России, по крайней мере, мне ни разу не слышно, не было известно о том, чтобы он отказал в увеличении этих квот. Поэтому Российская Федерация, имея возможности бюджетное финансирование и возможность высокотехнологичных центров, может оказать эту помощь. Единственное, что есть, конечно, исключение по тем детям, которые не могут получить должную помощь в России, по ним вопрос в индивидуальном порядке тоже может решен. У двухлетки, трехлетки или даже у десятилетнего ребенка не совсем понимающего, куда его направляют, даже и не спрашивают, хочешь ли ты поехать и стать гражданином другой страны. То есть трудно ожидать от него осознанного ответа. Осознанного ответа, да. И вот пусть они выбирают, где им жить, глобализация, процессы глобализации после совершеннолетия. Все-таки до совершеннолетия, вот малолетнем возрасте, скорее всего, мы должны дальше двигаться по этому закону. И зрелость гражданского общества как раз и в том будет состоять, что мы, наверное, должны идти запрету совсем усыновления иностранными гражданами. В один день с принятием закона президент нашей страны издал указ об упрощении процедуры усыновления и государственных мерах поощрения усыновления нашими российскими семьями. И учитывая все это, то, что будет семьям усыновившим наших сирот моральная, материальная, правовая поддержка, это, учитывая все, это как раз вот в будущем наши дети должны быть у нас же, в России же, тем более учитывая демографическую ситуацию во всем мире и тем более в нашей стране. И наши дети должны быть счастливы в наших же семьях, в российских семьях. Мне кажется, еще очень важным моментом тот факт, что, глядя на Запад, оглядываясь на Запад, в частности, вот подсчитывая количество погибших детей, погибших от рук зарубежных усыновителей, мы, наконец-то, достаточно громко заговорили о своей собственной внутренней проблеме. Она гораздо более страшная. Если за последние 15 лет зарубежные усыновители, у зарубежных усыновителей погиб 21 ребенок, то за тот же самый период в России погибли 1220 усыновленных детей. Из них 12 были убиты собственными родителями. Но ведь наши российские усыновители тоже проходят через очень серьезные фильтры. Если мы говорим об упрощении системы, усыновления, то тем не менее, гораздо более серьезные. Но тем не менее, вот это вот тот эффект. Может быть, мы упустили какое-то вот одно звено, то есть на этапе усыновления, да, проходят проверки, к ним приковано очень пристальное внимание, а потом мы просто отпускаем эту ситуацию и ослабеваем контроль. Я не призываю, чтобы мы обращались с нашими детьми, так как, допустим, принято в Финляндии, когда можно ребенка взять, забрать из семьи и в каких-то совершенно... Но тем не менее, какой-то контроль должен быть. Что органы опеки иной раз не обладают достаточным ресурсом, административным ресурсом для того, чтобы проконтролировать ситуацию, для того, чтобы что-то предотвратить или вовремя обнаружить. И сегодня мы как раз встречались с представителями органов опеки, когда они говорили о том, что, извините, иногда даже просто транспортные расходы просто для нас недоступны. И просто мы не можем даже лишний звонок сделать, а если вызов, например, по изъятию ребенка уже идет и так далее. То есть просто невозможно все проконтролировать. И даже для профилактики, то есть если это ответственное лицо, значит, необходимо приезжать чаще, но просто невозможно это, как мы поняли. Поэтому действительно необходимо просто пересматривать и сам регламент, наверное, и пересматривать и полномочия, и пересматривать и сам ресурс, в том числе и финансовый ресурс, который должен быть доступен для органов опеки. Ну, сейчас Госдуме дано поручение законодательно уже оформить в приоритетном порядке, доработать проекты законов об общественном контроле за обеспечением сиротов, внесения изменений в законодательную базу, касающиеся социального патроната, касающихся деятельности органов опеки, органов власти. Эта работа как продвигается у вас? Работа двигается. Профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей занимается этим законом. И, конечно, есть разные толкования, есть боязнь ювенальной юстиции, есть, наоборот, мнение о том, что социальный патронат нужен и без него никуда. И здесь мы действительно продвигаемся на другую, более цивилизованную ступень развития общества. Поэтому, да, работа идет. Давайте мы все-таки будем исходить из того, что абсолютное большинство людей, которые решаются на усыновлении ребенка, это нормальные люди, которые любят детей, хотят им добра. Какие шаги навстречу усыновителям должно сделать государство? Вот сейчас мы об этом говорим. То есть есть поручение президента, есть общественное мнение, есть какие-то пожелания. Какие в первую очередь шаги? Вы уже эту тему обсуждали сегодня неоднократно. Это, конечно, упрощение самой процедуры. Потому что процедура иной раз сложная, и нужно собрать очень много справок. И мы даже уже между собой собирались, сегодня обсуждали, что можно как минимум, наверное, пять документов, которые необходимы в папку собрать и передать при усыновлении или оформлении попечительства. Их просто можно исключить. Если семья молодая, даже не молодая, еще не на пенсии, и человек хочет взять ребенка, он берет ребенка, все, и мама должна быть больше с ребенком, с этим. И посвятить себя ему, чтобы его хотя бы как-то и в школу проводить, и что-то. А пособие, не пособие, а зарплата у нее очень мизерная. Как она заработает себе на пенсию? Мне вот это тоже очень интересует. Как она заработать может себе на пенсию с этих денежек? Вот детские выплаты на детей, именно на приемных, они же тоже фактически, мне кажется, они выработаны на сельское население. Принято одним махом. Вот на всех подряд. А почему я так считаю? Я считаю так, что оно очень маленькое, это всего 6 тысяч, а в городской сфере на эти 6 тысяч просто человек не проживет. Это он выживет где-то там в селе, где есть подсобное хозяйство, есть картошечка. То есть, что вся семья будет работать? Да, да, да. А в городе это нет. Это тоже нужно пересмотреть. Создается молодая семья. Ну, по каким-то причинам не может эта семья собственного ребенка иметь. Желание огромное, а жилплощади нет. Как быть? Вот какой прекрасный стимул был бы для молодой семьи, желающий вот особенно усыновить ребенка в предоставлении жилья? За многими детьми закоплено жилье, где они проживали ранее. Там идут долги по кварплатам, по всем. И это ложится опять ведь на плечи приемных родителей, на плечи и опять ведь на ребенка. Если родители не смогли платить или что-то там несерьезно отнеслись к этому, не оставив ему жилья, тогда приходится платить это ребенку. А мне кажется, таких родителей, если мы лишаем родительских прав, значит, нужно лишать всего эту маму, этих родителей, просто выставлять их на улице, а жилье закреплять хотя бы до 30 лет за этим ребенком. Чтобы оно было... Это нужно обязательно сделать, потому что это не только проблема нашего региона, это проблема во многих регионах, но это делается. До встречи, мероприятия в детском доме я был на видеоконференции как раз в Государственной Думе. Профильная комиссия по ЖКХ заседала и как раз председатель комиссии сказал о том, что Государственная Дума в ближайшее время будет решать на законодательном уровне вопрос по поводу жилищно-коммунальных расходов по закрепленному жилью детей. Что бы не получалось такого, когда он выходит из детского дома, приходит в свою квартиру и сталкивается с тем, что там 150-200 тысяч уже накопилось. Нужно материальную составляющую улучшить. Наверное, и увеличить нужно первоначальное пособие детям в приемную, которые идут в приемные семьи, в адрес семей. А вот в частности, что касается молодых семей, наверное, тут при получении кредита какие-то льготы должны быть по процентам. Не сразу предоставление жилья, наверное, а получение жилья в счет кредита, это будет дисциплинировать и родителей, и дети, да, и семья будет, наверное, будет крепче. Наверное, как и во всем мире, должны быть и налоговые льготы, по крайней мере, вот эти материальные льготы, не обязательно они разовые в виде предоставления жилья должны быть, а должны быть долгосрочные, вот в виде льготных или вообще без процентов кредита, и почему бы нет, значит, я думаю, наше российское государство это выдержит. И отдельный разговор все-таки это о том, когда в семью принимают ребенка-инвалида, вот о чем мы уже собственно начали разговаривать, мы сказали, что да, в общем-то, из рубежа их, оказывается, не очень охотно усыновляли, чтобы там не говорили, но эта нагрузка и эмоциональная, и физическая, и материальная возрастает в несколько раз. Вот что делается для того, чтобы обеспечить эту категорию детей нормальными семьями, любящими семьями? Это вопрос, и очень важно, чтобы высокотехнологическая медицинская помощь оставалась как льгота для этого ребенка после того, как он покидает детский дом, чтобы эта льгота за ним переходила, и чтобы она была закреплена за ним всю жизнь по мере необходимости и востребования этой льготы. У многих родителей есть боязнь как раз и дополнительных финансовых затрат, потому что это большое бремя для семьи. Мы говорим сейчас о медицинской помощи, а о том, что еще предстоит родителям, скажем, вне того времени, которое ребенок проводит в больнице, это же ведь и побаловать его хочется, то есть там какие-то фрукты дополнительно, какие-то игрушки подороже, поярче, какую-то одежду поинтереснее, чтобы компенсировать ему, это тоже дополнительные затраты. Сейчас речь идет о сумме 100 тысяч единовременной выплаты. Как вы считаете, это достаточно? Любую цифру назовите, я вам скажу, что это недостаточно. На данный момент мы говорим о том, что сейчас может себе позволить бюджет государства. На данный момент таким образом мы видим, что во всяком случае эта тема развивается и что в дальнейшем будет институт усовершенствоваться. То есть мы же, это процесс и понятное дело, что мы находимся сегодня в этом процессе и каждый вносит предложение. Что касается того, что действительно хочется и поярче, игрушки и так далее, и так далее, но у нас есть еще одна проблема. Недоступная среда для этих деток. Элементарно выйти на улицу, погулять в парке, вместе зайти в магазин, свозить на отдых и так далее, это же целая проблема. Но здесь нельзя сказать, что проблемами сиротства государство занимается, а доступной средой не занимается. Нет, это все происходит параллельно. И доступной средой государство занимается. Строятся пандусы. Другое дело, иногда смотришь на пандус, думаешь, и как сюда забраться? Здоровому человеку забраться невозможно по этому пандусу, не то чтобы инвалиду, например, колясочнику. Здесь тоже есть вопросы и самое главное, что мы и есть же это государство. и те строители, которые делают этот пандус, и те, кто разрабатывает его конструкцию изначально и так далее. Прежде всего, думать надо, думать, как человек будет пользоваться этой услугой. И если каждый на своем месте, на своем отрезке будет думать, тогда проблема будет точно решена. У нас же и региональное законодательство развивается. Мы буквально в конце 2013 года в республике приняли закон о том, что при усыновлении гражданами Чувашской республики они получают 300 тысяч рублей безвозмездную помощь из республиканского бюджета через после трех лет усыновления. То есть как бы законодательно говорит о том, что давайте попробуем, если все у вас хорошо, мы вас дополнительно еще поддержим. То есть и регионы, и региональное законодательство вполне может дальше развивать федеральную помощь. Если федеральная помощь, скажем, единовременно 100 тысяч рублей, мы сейчас приняли у себя 300 тысяч рублей. Правда, у нас, вот я, скажем, не совсем довольна этим законом в той части, что нам не удалось пока дифференцировать для усыновления детей инвалидов. У нас были предложения, чтобы детям-инвалидам дать не 300 тысяч, 500, 600 тысяч рублей. Ну, тогда, видимо, скажем, ситуация была немножко другая. И сейчас мы, конечно, учитывая, вот, скажем, последнюю ситуацию, мы будем дальше работать, дорабатывать и вносить дополнения. И я думаю, что и депутаты нас поддержат, что при установлении детей-инвалидов сумма эта должна быть, конечно, изменена, увеличена. И таким образом федеральная поддержка, регионы дальше развивают эту поддержку. и дальше мы обеспечиваем гарантированно медицинское обслуживание, высокотехнологичное медицинское обслуживание, развивается доступная среда. И я думаю, что будет увеличена доля семей, которые возьмут себе ребенка-инвалида. И еще, вот, вы сегодня много раз возвращаетесь к теме развития общественного контроля, волонтерства. Вот, очень мало говорим про волонтерство, а так вот, если посмотреть кругом, скажем, в других странах, очень развито волонтерское движение. Допустим, есть волонтеры, добровольно приходят в семью, где воспитывается ребенок-инвалид, они приносят туда продукты, сами готовят, а родители приносят билеты в театр, в кино, родители отправляют в кино, в театр, опускают, а сами за них в этот день убирают квартиру, варят обед и так далее. Мы вот в ближайшее время, вот, Егене Юрьевне, уже хотим начать такой проект. И вот, кто сегодня нас слушает, призываем граждан давайте объединим усилия. Мы со своей стороны, вот как телевидение, готовы помочь вам. То есть, мы все время говорим о помощи государства. Да, государство обязано, это как бы одна из социальных функций и федерального, и регионального, но надо понять, что без помощи общества, без активного участия общества невозможно решить эту проблему, потому что проблема, она многогранная, она много, скажем, очень глубокая проблема. На самом деле, проблема сиродства, мы решаем, мы занимаясь вопросами сиродства, решаем последствия проблемы, а причина совсем в другом, в том, что семья, что мать-одиночка не смогла самостоятельно воспитать, не нашла в себе сил, уверенности, эти возможности сдавать. Особенно если учесть, что у нас практически 80% детей это сироты при живых родителей. То, что в семье кто-то, значит, имеет проблемы с алкоголем, еще что-то. Вот проблему нужно начинать, наверное, решать с того, что нужно усилить работу государства именно в плане социально-реабилитационной работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Если мы будем помогать семье не дойти к кризисной точке невозврата, а именно на этом моменте помочь им социализироваться, найти работу, предоставить какую-то помощь. Вот нужно плечо буквально, может быть, ей подставить на месяц, на два, для того, чтобы она могла окрепнуть, найти работу, потому что с маленьким ребенком она не на работу не может устроиться, на то пособие, которое она не может прожить. Она сдает ребенка. Ее можно по-разному оценить, но тем не менее факт есть такой. Поэтому необходимо в этом плане, если вопрос решить, то у нас не будет просто выполняться детские дома за счет вот таких детей. У нас и дети в детских домах, они очень привязаны к крупным родителям, потому что каким бы папа или мама, каким бы ни были для этого ребенка, они все равно являются для него самыми-самыми лучшими. Это не только в детском доме, это у нас тоже в приемных семьях, в приемной семье. Вот у нас опыт такой, что я разрешаю приходить родителям, разрешаю бабушкам, дедушкам, но факт то, что они не идут. Они раз придут в два-три года, и все. Это не то слово. Всегда говорю, приходите. Где-то ребенку, может быть, не нравится здесь. Он может поделиться к ровному человеку. Никогда не застрять внимание, что плохой родитель, плохие там это. Мы все взрослые плохие. А так нужно воспитывать так у него, чтобы если мы воспитаем доброту даже к той маме, пьянице у него, и не остынет это у него ничего, значит, он всегда останется добрым. А если будет он любить и маму, и мы его будем любить, и со всех сторон окружен он вырастет очень сильным. Это всегда подстегивает. Я хотел бы добавить, знаете, иногда бывает так, что, да, действительно, нужно поддерживать, это чаще всего, связь с кровной семьей. Но иногда наши вот эти какие-то бытовые тюрки не дают семьям соединиться. Вот здесь я бы хотела сказать, что действительно важна психологическая помощь, сопровождение комплексное, профессиональное, показывает опыт, что действительно это важно. И тогда вот приемные родители, они уже немножко по-другому смотрят на кровных родителей. И уже потом, кажется, в ходе вот нашей беседы, нашей работы, что действительно не надо опасаться, скажем так, кровных родителей. И кровным родителям не нужно выставлять какие-то претензии к приемным, замещающим родителям. То есть вот это профессиональное сопровождение, это тоже очень важный этап, очень важный момент на сегодняшний день. Наверное, действительно, нужно своевременно выявлять это потенциально социально неблагополучные семьи и как-то их сопровождать. Это на уровне поселений, там везде у нас есть люди с активной жизненной позицией, местные авторитеты, депутаты, чиновники, в конце концов, органы опеки. И вот этим структурам, наверное, своевременно выявлять потенциальное социальное сиротство. Сейчас мы говорим, что места в детских домах, детей в детских домах, в силу в детских домах становится меньше. Это очень хорошо. Но в то же время... Прошу прощения, просто 36 детей, а было 78. Детей в детских домах становится меньше. Так вот, чтобы не быть голословными. Это не значит, что со стороны государства средств на это направление должно быть меньше. Просто у нас должны появляться в работе, как и говорили, новые направления, направления по профилактике социальное сиротство. Значит, должны усиливаться органы опеки и попечительства. Они должны быть более профессионально подготовлены, эти работники. Они должны четко знать, как поступать, в каких случаях и как. Поэтому, наверное, тут нужно... Да они-то готовы, их вот мало только. Готовить. Программы подготовки должны быть и при институтах образования, при других виде курсов, подготовка в центрах и так далее. В прошлом году мы в республике в два раза увеличили количество сотрудников органов опеки и попечительства. Специально приняли для этого нормирование на определенное количество несовершеннолетнего населения. Но понимаем, что это был только первый шаг. А так, до принятия этой нормы было мизерное количество сотрудников органов опеки и попечительства. По одному человеку сидели в сельских районах, по два-три человека в городских. Конечно, сейчас шаг в развитии сделан. В прошлом году такая норма в республике появилась, в два раза увеличилось количество. Сейчас их 94 человека в муниципалитетах. Буквально сейчас мы подвели статистику, в этом году у нас, вернее, в 2012 году 557 детей вновь выявленных. Но тут тоже есть очень интересная картина, если проанализировать. Муниципалитет муниципалитету рознь. Есть муниципалитеты, сельские районы, где почти в мизерном количестве выявляется такая категория детей. То есть единичный случай. А есть муниципалитеты, где в два-три раза по сравнению с этим муниципалитетом увеличивается количество выявленных детей. Ну, просто я для себя готовилась к передаче, вот такой анализ сделала. Вот, посмотрите, по итогам 2012 года больше всего у нас на тысячу детского населения выявлено таких детей в Урмарском районе. Даже не в городе. Да. В Чебоксаре тоже лидирует. Меньше всего в городе Алатаре. Допустим. И опять из выявленных детей из 557 есть муниципалитеты, которые ни одного ребенка не направили в казенные учреждения. Они на этапе оформления документов уже в большей степени конечно опека попечительства это родственники, но и приемные семьи появляются. Кстати, какова вообще у нас статистика? Сколько у нас сирот как таковых детей, оставшихся без попечения родителей и сколько из них находится в казенных учреждениях? Ну, вот всего, если я уже сказала, 4145, вот последняя статистика, да, оставшихся без опеки и попечения. Из них 3853, 92-93% переданы в семейные формы воспитания. Там разные модели. Внутри и усыновление идет. И всего 279 детей находятся в казенных учреждениях. То есть это небольшая доля таких детей. И даже в 2009 году их было 741. Сегодня все-таки, на мой взгляд, самый главный сдерживающий фактор, это, кстати, неоднократно звучало в нашем с вами разговоре, люди сомневаются в своих силах. Люди боятся, что ребенок приемный не приживется в семье. Они боятся, что не смогут стать родными друг другу. Все, что вы перечислили, все это имеет место быть. Действительно сложно, ведь это целый мир, совершенно неизведанный, который ты берешь к себе. Проблемы бывают и с родными детьми. А с детками, которые изначально воспитывались в трудной жизненной ситуации, конечно же, проблемы будут и будут возникать. Но идет школа приемных родителей. Вот это, наверное, сейчас уже, может быть, даже не новшество какое-то, не инновация. И мы рады, что это уже не инновация, а просто рабочий режим. То, что мы просто сравнили, в 2008 году в нашей экспериментальной школе приемных родителей, допустим, одна школа, идет курс. Группа 15 человек максимально. Приходилось объяснять и даже, может быть, как-то немножечко убеждать родителей, что это необходимо вам для того, чтобы у вас не возникли трудности в дальнейшем с вашими детьми. Сейчас наши группы 40, а то и больше человек. И даже не потому, что это обязательно. Мы немножечко боялись. Вот будет обязательная школа с сентября месяца, а вдруг будет какая-то, может быть, реакция отторжения у родителей в замещающих семьях и скажут, ну вот еще один препон, еще и надо проходить обучение дополнительно, вновь садиться за партой. Обучение обязательно. Обучение обязательно. Но на самом деле, ну мы стараемся, конечно, но тем не менее мы видим, что вот без специальной подготовки, а в дальнейшем и сопровождении этой семьи, все-таки действительно семье вот одной достаточно сложно. Вот если вот это сейчас мы тоже стараемся как-то найти инновационные подходы, программы разрабатываем разные. Для чего? Для того, чтобы действительно, пусть даже вот эти единичные случаи возврата детей, чтобы они ну просто не происходили. Кроме школы приемных родителей, вот удивительно, родители создали клуб замещающих родителей. То есть это те родители, которые в восьмом году проходили школу, в двенадцатом году, в тринадцатом, после прохождения курса желание общаться. Общаться и общаться вот так вот неформально. То есть у нас работает даже клуб. Не будем называть, конечно же, имена и фамилии, просто каков портрет усыновителя нашего? Вы знаете, вообще, конечно, я не боюсь таких, может быть, несколько высокопарных слов, но на самом деле это люди с очень такой четкой, с очень правильной гражданской позицией. Это очень важно на самом деле. Потому что, когда мы говорим, все-таки мнение общественное, но это разное. Кто-то скажет в какой-то, скажем, в удаленном населенном пункте, скажет, а, взяли, потому что там пособие или еще что-то. Когда мы знакомимся с этими семьями, мы знаем, что деньги, на самом деле, вот эти деньги, государственная поддержка, это совершенно не мотивация для этих людей. И вот действительно столько времени эти люди дают детям приемным и действительно получают результат, потому что у нас в Чувашии очень много успешных семей. Успешные семьи, которые воспитывают детей, они дают им образование, не обязательно начальное, профессиональное, но и высшее образование. То есть в любом случае дети получают все. Но это активная гражданская позиция. Это все-таки люди, которые пришли к этому решению, сделали этот шаг не просто на волне какой-то импульсивности. Нет. То есть это люди, которые достаточно серьезно относятся к этому делу. Спасибо большое. Ну что ж, очень сложную, очень неоднозначную, очень серьезную тему мы сегодня обсудили. Я благодарна всем участникам сегодняшнего разговора, благодарна вам, уважаемые телезрители. Всего доброго, берегите своих детей, родных, приемных, те, кто находится у вас под опекой, они не выживут без нашей любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова